Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна. Я приветствую вас в доме Березкиной на острове Кижи. Сегодня мы будем готовить поистине любимое блюдо многих жителей Карелии – ряпушка по-карельски. Для этого нам понадобится ряпушка, соль, репчатый лук, немного сливочного масла, ну и, собственно, вода. Данное блюдо мы будем готовить, как это было всегда раньше и сегодня во многих семьях, конечно же, с помощью чугунной сковороды с высокими бортами, ну и, соответственно, на печи. Для того, чтобы приготовить данное блюдо, надо будет сначала почистить ряпушку, затем ее разложить в сковороде, залить водой, подсоленную воду сделать и, соответственно, отправить в печь. Приступим к тому, чтобы почистить ряпушку. Ряпушка – рыба, которая водится и большая часть времени была занята у наших предков, именно осенью, когда шла ряпушка, ее заготавливали и в каждый день могли приготовить блюда для пищи, а также приготовить впрок. Поэтому ряпушку засаливали в больших бочках, непосредственно, чтобы есть потом круглый год. Но для того, чтобы почистить ряпушку, непосредственно снимали все внутренности, в том числе и жабры. Непосредственно рыбу могли есть и подавать на стол как с головами, так и непосредственно отрывая голову. Это уже зависело от хозяйки, как она любила подавать данное блюдо на стол. Поэтому можно почистить рыбу с головами, а можно оторвать голову, непосредственно не забыв снять все кишки и сами жабры. Поэтому можно было так и так данную рыбу почистить. Чистили некоторые хозяйки с помощью ножа. Ну, мы, например, в деревне всегда чистили это вручную, поэтому и сейчас я чищу руками. Мы нашу ряпушку почистили, теперь нам нужно ее помыть, для того, чтобы приготовить и положить уже на сковородку. Рыбу моем несколько раз, соответственно, по цвету воды определяете, но до чистой воды не нужно, потому что всегда стремились так, чтобы сохранить вкус рыбы. При этом не боялись того, что будут чешуйки. Ну и дальше рыбу брали и складывали на сковородку. Причем по традиции делали так, что одна голова в одну сторону, другая голова в другую сторону, тем самым заполняя сковородку. Обратите внимание, что сковородка должна быть с глубокими бортами. Мы зальем ее водой и рыба должна вариться в воде. Ну все, теперь мы будем заливать эту рыбу водой, примерно на половинку бортов, и дальше нужно почистить лук. Ну, я думаю, это вполне достаточно. Теперь мы заливаем водой и отправляем на приготовление в обычную плиту. У нас сегодня это будет в печи. Для того, чтобы ускорить приготовление пищи, хозяйка всегда снимала несколько колец. Ну и, соответственно, мы с вами так же поступим. У нас уже печь нагрелась достаточно хорошо. Мы просто снимем одно кольцо и непосредственно сюда сейчас поставим нашу сковородку с рыбой. Наша рыба стоит в печи. Теперь для того, чтобы ускорить процесс, мы можем закрыть ее обычной крышкой. Ну, а для того, чтобы уже начал набираться вкус, всегда солили. Рыба любит соль, поэтому щепотку можно смело добавлять. Ну, а дальше по вкусу, по водичке вы определите, потому что в данной рыбе, данном блюде вообще ценился вкус еще воды. И, как говорили, хлебали такую ряпушку по-карельски ложками. Не только рыбу любили, да, но и саму водичку. Ну, и теперь закроем ее. Где-то минут 15-20 она будет закипать. Ну, а затем еще минут 5-7 для того, чтобы проварилась рыба. Ну, и она будет готова, мы с вами посмотрим, увидим. Наша рыба прекрасно бурлит. Ну, еще несколько минут, и она же будет готова. Потому что, когда рыба закипает, ей буквально нужно 5-6 минут, чтобы она была готова. Ну, а, кстати, вы можете встретиться в том, что в данное блюдо, ряпушку по-карельски добавляли картофель. Да, действительно так было. Это было сытнее, ну и просто напоминало уже уху. Ну, а традиционно, конечно, ее готовили только ряпушка, вода и лук. Картофеля можно, если добавить, то немного. Это не должно напоминать второе блюдо, да. Это больше была такая похлебка рыбная. Готовность рыбы можно определить по спинкам. Когда они начинают лопаться такие, да, то уже все, блюдо готово. И вполне его можно подавать на стол. Ну, наше блюдо готово. Для вкуса мы добавим совсем немножко растопленного сливочного масла. Ну, наша ряпушка по-карельски готова. Ее можно подавать на стол. Ну, и, соответственно, ели ряпушку вместе с водичкой, с луком. И в прикуску, конечно, с хлебом. Ну, и лукопаймиш, который мы тоже уже умеем с вами готовить. Поэтому это было блюдо, которое подавалось на стол больше в осеннее время, когда шла ряпушка, да, и, соответственно, ее было много в каждом доме. Приятного аппетита!